Количество случаев с падением детей из окон увеличивается несколько лет подряд. В прошлом году в Павлодаре произошел 31 факт. Три из них привели к гибели. Врачи очень обеспокоены подобными цифрами и советуют родителям внимательно следить за подоконниками. В весенний период времени количество обращений в детский травмпункт увеличивается в несколько раз. Это переломы и ушибы рук, ног, пальцев или легкие черепно-мозговые травмы. Экстренную помощь в день они оказывают более 70 пациентам. Почему-то у всех складывается впечатление и мнение, что зимой травм как бы должно быть много. Но если учитывать, что дети зимой одеваются теплее и в холодный период таких активных игр не так много, а также учитывать то, что если у них кинетическая энергия небольшая и, соответственно, зимой падая они не получают такие тяжелые травмы и таких больших переломов не случается. Ну и, соответственно, у нас осенний-весенний период у нас считается больше травматичным и в этот период у нас полтора-два раза возрастает нагрузка на детский травмпункт. Также с потеплением возрастают случаи падения детей с высоты. За последние три года количество подобных происшествий только увеличивается. Несмотря на то, что родителям регулярно рассказывают об опасности открытых окон и москитных сеток. В 2020 год у нас дал всего лишь восемь падений с высоты. В 2021 год уже дает 19 падений с высоты, двое с летальным исходом. В 2022 год у нас падение с высоты было уже 31. Трое детей с летальным исходом. Казалось бы, проводятся все профилактические мероприятия, проводятся все просветительские работы, работаем с родителями, но результата пока хорошего мы не видим, к сожалению. Мы считаем, что этому способствует занятость родителей, которые поручают, допустим, второму ребенку или же оставляют ребенка без присмотра, и доступность пластика к оконам. В основном из окон выпадают дети в возрасте от 4 до 8 лет, которые не осознают свои физические возможности. Как отмечают врачи, ответственность в первую очередь лежит на родителях. Ермик Сапаров, Юрий Белевский, Ертис Акпарат.